О текущих и грядущих изменениях в законодательстве, обязанностях перед государством и собственной выгоде. Я, мои коллеги и эксперты попытаемся говорить просто о налогах. В одноименной программе. И начнем с новостного дайджеста. Коротко о главных темах налогообложения, обсуждаемых в средствах массовой информации. Введение нового налога на недвижимость начнется в России с 2014 года. К 2018 он станет обязательным во всех регионах. Ставки будут зависеть от суммарной кадастровой стоимости. Переломная отметка 300 миллионов рублей. При цене ниже ставка на жилые помещения составит 0,1% и 0,5% на остальные здания. На земли под сельхозугодия, личные подсобные хозяйства и дачные участки размер налога 0,3%. Для владельцев недвижимости общей стоимостью более 300 миллионов рублей ставки выше 0,5%. В отношении строительных объектов, независимо от того, жилье это или нет, и 1,5% на земли любой категории. Министерство финансов предполагает, что вводимые меры приведут к снижению цен на рынки недвижимости. Российское правительство внесло в Госдуму проекты двух законов, которые должны заставить собственников сельскохозяйственных земель использовать их по назначению или продать эти участки. Изменения в налоговом кодексе увеличат выплаты с пустующих земель в 5 раз. До 1,5% от кадастровой стоимости. Второй закон касается кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафов за неправильное использование земель напрямую будет зависеть от их кадастровой стоимости. Бизнес-каникулы под вопросом. Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрировавшие свое дело, смогут два года не платить налоги и страховые взносы. Так трактуется поручение Дмитрия Медведева. 5 августа истек срок его выполнения. Минэкономразвитие идею поддержало, а Министерство финансов так и не представило свою позицию по этому вопросу. Тем временем, Общероссийский народный фронт «За Россию» собрал в поддержку инициативы более 40 тысяч подписей. Львиная доля из них приходится на посетителей сайта ОНФ. Акция продолжится, пока озвученная идея не наберет 100 тысяч голосов. Именно столько необходимо, чтобы вопрос был рассмотрен в парламенте. Отцы и дети. Экономическая интерпретация морально-этического вопроса. В России может появиться налог на родителей. Согласно законодательной инициативе ряда парламентариев, граждане должны будут отдавать 2% заработной платы в пользу пенсии. Примечание. Деньги планируют перечислять на лицевые счета пожилых мам и пап. Законопроект Госдума рассмотрит в сентябре, когда депутаты вернутся с летних каникул на осеннюю сессию. Срок действия электронной подписи старого образца продлен до конца года. Внесены поправки в федеральный закон. До 31 декабря 2013-го включительно инспекция будет принимать бухгалтерскую и налоговую отчетность, заверенную любой версией ЭЦП. Это время дается для получения новой усиленной квалифицированной электронной подписи. По статистике, около 80% организаций, а также 7 из 10 ИП Курской области перешли к электронному документообороту с налоговиками. В России введен налог на дорогие автомобили. Ставка будет зависеть от стоимости и возраста железного коня. При цене от 3 до 5 миллионов рублей в пределах 3 лет с момента выпуска коэффициенты меняются незначительно. Дальше больше. От 5 миллионов до 5 лет пробега тариф двойной. Под тройной попадают легковые автомобили дороже 10 миллионов и моложе 10 лет. А также транспорт стоимостью свыше 15 миллионов рублей и бывший в эксплуатации не дольше 20 лет. В действие закон вступит со следующего года, а в этом оплатить транспортный налог необходимо не позднее 5 ноября. Кстати, рассчитать сумму теперь можно самостоятельно. Заработал новый интернет-сервис «Налоговый калькулятор». Он расположен в разделе «Электронные услуги». Для расчета на главной странице необходимо выбрать окно «Транспортный налог». А затем заполнить информационные поля. Калькулятор учитывает и льготы. Сервис создан для удобства налогоплательщиков и просто в обращении. Для расчета транспортного налога необязательно налогоплательщикам знать ставки по транспортному налогу. Необходимо ввести лишь мощность двигателя транспортного средства и период владения транспортным средством. Налоговый калькулятор самостоятельно рассчитает сумму транспортного налога, подлежащую плате бюджета. В середине года в областном управлении Федеральной службы судебных приставов находилось около 20 тысяч исполнительных документов по взысканию задолженности по транспортному налогу. Сумма превысила 80 миллионов рублей. Долги постепенно выплачиваются. Разобраться с обязательствами помогает онлайн-услуга «Узнай свою задолженность». Там есть информация по имущественному, транспортному и земельному налогам. За 7 месяцев куряне заплатили более 20 миллиардов рублей налогов. Это на 0,2% или почти на 50 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно четверть средств была направлена в федеральный бюджет. Остальные деньги пополнили консолидированную областную казну. Большую часть отчислений, почти 90%, составили налоги на прибыль организаций, имущественные платежи и налоги на доходы физических лиц. «Фокус-покус», «Пати-бум», «Конь-огонь» в компании «Домового», «Папы Карло», «Дульсинея», «Робинзона», «Телефон-телефоночек», «Кроликов-великанов», «Добрыни» и, наконец, «ООО» может быть просто «Благодатное». Выбирая названия для своих фирм, куряне проявляют фантазию, игру слова и явную тягу к сказочному. Налоговики призывают бизнес думать о благозвучии, да и уместности. Ведь известно, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ресурсы великого и могучего русского языка – неисчерпаемы возможности выбора. Без особого разрешения нельзя регистрировать коммерческую фирму, в названии которой есть слова «Россия» и «Российская Федерация». Отказ государственной регистрации может быть в случае, если номинование организации содержится иностранные слова или иностранные символы. Если присутствуют номинования международных общественных организаций, органов государственной власти, органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Также хотелось бы, чтобы названия организации присутствовали в принципе морали и в молодости. Бизнес-идея – звучное название. Что еще необходимо для удачного старта? Более 10 лет прошло с момента, когда полномочия по государственной регистрации юридических лиц перешли к налоговым органам. Изменения в законодательстве, инструктаж для новичков, а также онлайн-сервисы, упрощающие предпринимателям жизнь. Об этом в интервью с начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков Ириной Богдановой. Ирина Леонидовна, можно ли сделать вывод, что с момента передачи функций по государственной регистрации Федеральной налоговой службы порядок упростился? 11 лет назад вступили в силу новые правила государственной регистрации юридических лиц, которые закреплены федеральным законом 129 ФЗ. В соответствии с этим законом полномочия по регистрации юридических лиц были переданы налоговым органам. А с 2004 года регистрация индивидуальных предпринимателей также стала осуществляться налоговыми органами. Принятие в 2002 году новых правил государственной регистрации положило начало формированию единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые объединили в себе информацию обо всех зарегистрированных юридических лицах и предпринимателях на территории России. А также упростило для заявителя процедуру регистрации. Более того, процедура регистрации стала осуществляться в более короткие сроки, и сейчас срок регистрации составляет не более пяти рабочих дней. В июле ввели новые формы заявлений по государственной регистрации. Не могли бы Вы поподробнее рассказать о произошедших изменениях? С 4 июля 2013 года вступили в силу два приказа Федеральной налоговой службы, один из которых утвердил формы документов, представляемых при регистрации и требовании к их оформлению. Другим приказом утверждена форма документа, подтверждающего факт внесения записи в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новые формы заявлений существенно отличаются от прежних, прежде всего тем, что они машиноориентированные. Использование новых форм при государственной регистрации позволяет избежать ошибок ручного ввода в связи с тем, что все сведения в информационные ресурсы будут вноситься с использованием технических средств. В новых формах исключены так называемые технические разделы. Это такие разделы, как количество учредителей, количество видов экономической деятельности, организационно-правовая форма. Также в формах заявлений не требуется проставление галочек и прочерков. Порядок заполнения форм, и разъясняет он все налогоплательщикам по заполнению форм заявлений, утвержден одним из приказов, вступившим в силу с 4 июля. Обращу внимание на некоторые нюансы заполнения заявлений. Все заявления заполняются заглавными буквами. Сведения вносятся чернилами черного цвета, либо черным шрифтом печатным распечатываются. Кроме того, все подписи в заявлениях, уведомлениях и сообщениях, представляемых при государственной регистрации, подлежат подписи заявителей, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Обращу внимание, что при создании организации заявителями будут выступать все учредители. И, соответственно, подписи всех учредителей необходимо будет заверить у нотариуса. В случае, если представляются документы на государственную регистрацию, где подписи отсутствуют всех учредителей, либо не заверены все в нотариальном порядке, налоговым органам будет принято решение об отказе в государственной регистрации. Исключение из правил обязательного нотариального свидетельствования о подписи, это представление заявлений индивидуальными предпринимателями. В случае, если такое заявление представляется лично в налоговый орган, либо в многофункциональный центр. И при этом предприниматель представляет документ, удостоверяющий личность. В данной ситуации удостоверение подписи у нотариуса, индивидуального предпринимателя, не требуется. Свидетельствование подписи осуществляется либо сотрудником налоговых органов, либо сотрудником многофункционального центра. В связи с тем, что обработка документов, представленных при регистрации, осуществляется в автоматизированном режиме, и, соответственно, любое отступление от правил заполнения заявления на государственную регистрацию будет служить основанием для отказа в регистрации. Ирина Леонидовна, какой документ выдается после государственной регистрации? Существенным изменением нового порядка регистрации послужило также и то, что теперь свидетельство о государственной регистрации выдается только при создании юридического лица и при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В иных же случаях выдается лист записи, подтверждающие внесение всех сведений в реестры юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.